85 лет. Ивановский авиационно-спортивный клуб ДОСАФ России дарит счастье всем, кто поднимается в небо и решается совершить прыжок с парашютом. Это эмоции, которые хочется испытывать еще и еще раз. Впечатления незабываемые, мне очень понравилось. Большой выброс адреналина, я бы так говорил еще раз. В самолете летишь, более-менее страшно сначала. А когда выпрыгиваешь, там уже не понимаешь, что происходит. Только забыл посчитать. У меня уже все открылось, все было нормально. Было весело, нормально. Ну, никто не боялся. Криков не было. Спокойно все прыгнули. Как только погода становится летной, аэродром Есюниха оживает. Сюда устремляются все, кто любит небо. На этот раз здесь занимаются призывники. Они готовятся к прохождению службы в воздушно-десантных войсках. Эти ребята были направлены к нам в региональный центр, где прошли подготовку по общевойсковой тематике. Тренировались в одевании средств защиты, изучении оружия, тактической подготовки. Стреляли из автомата на базе 217-го полка. Аэродром Есюниха – отличная база для тренировок. Аэроклуб известен как сильная школа высшего пилотажа. Два ивановских летчика – Александр Кротов и Антон Беркутов – стали членами сборной команды России по высшему пилотажу. Тренируются здесь и парашютисты. Вячеслав Макайрев – активный участник российских и международных соревнований. За его плечами свыше двух с половиной тысяч прыжков. Все воспитанники аэроклуба уверены, что их успех во многом зависит от тренеров, которые здесь работают. Во-первых, это люди профессионалы, потому что они очень давно работают и знают свое дело. Во-вторых, это люди, которые любят свое дело. Любят почему? Потому что финансовая составляющая в клубе очень небольшая, а небо зовет, скажем так. И люди с удовольствием приходят, занимаются своим делом. Аэроклуб начал свое существование в 1931 году. Его возглавил воздушный ас Павел Хорецкий. Самолеты У-1, на которых летали первые курсанты, приходилось приобретать на собственные деньги. Своими силами строили взлетную площадку, ангар для техники, авиаремонтную мастерскую. Аэродром Есюниха стал новым домом лишь в 1941 году. С момента основания клуб не прекращал функционировать. Причем мы работали и летние сезоны, и зимние сезоны. То есть ни перерывов полетов, ни прыжков у нас за это время не было. То есть стабильная работа Аэроклуба, она очень многое значит в наше время. На протяжении всех этих лет специалисты Аэроклуба обеспечивают высокую безопасность прыжков. Прыгаем без аварий и без несчастных случаев. Все парашютисты у нас живы-здоровы. Это самый главный показатель наш. В Аэроклубе утверждают, людей, которые тянутся к небу, самолетам и парашютам с годами меньше не становится. Но финансовое состояние доказано, что клуб вынужден оказывать платные услуги. Парашютов не хватает спортивных, выступать на соревнованиях. Вот самое главное, это вот крыльев. Хотя у нас здесь, в Иванове, свой завод, полет. Мы стараемся с ними контактировать. Они нам помогают. Но желательно, чтобы помогали больше. Полеты – удовольствие дорогое. Есть проблемы не только с парашютами, но и самолетами. Из тех, что стоят на аэродроме, на ходу только пять. Зарабатывать на их ремонт приходится за счет авиалесопатрулирования. В летний период экипажи отправляются к возможным очагам возгорания. С 2010 года у нас есть заключенные контракты с республикой КОМИ на выполнение авиационных работ. В частности, мы выполняем лесопатруль и сброс парашютных групп, поиск и обнаружение пожаров. Тем самым позволило все это время аэроклубу существовать, ремонтировать самолеты, покупать парашюты. Несмотря на все возникающие трудности, Ивановский аэроклуб живет полной жизнью, гордится достижениями прошлого и верит в успешное будущее.